Развитие российской экономики, новые проекты и проблемы обсуждались на заседании Наблюдательного совета агентства стратегических инициатив, который провел президент России Владимир Путин. По словам главы государства, важно как можно быстрее улучшить деловой климат в нашей стране и предоставить бизнесу большую свободу. Еще одной важной темой стала подготовка нужных стране специалистов по самым передовым международным требованиям. О детских технопарках, где решаются вполне взрослые задачи и других инициативах, в репортаже Павла Краснова. Это место, где зарождается будущее российской экономики. Технопарк в набережных Челнах предназначен не для тех, кто уже работает в технической сфере, а для тех, кто только учится, но учится тому, что наверняка будет востребовано и в стране, и во всем мире, например, конструированию роботов. Пусть пока это только игрушки, в мечтах учеников настоящие научно-технические свершения. Я бы хотела создать робота, который будет помогать людям в космосе, объединять состыковку кораблей, добывать минералы какие-то на других планетах. Пилотный проект, запущенный пока в двух регионах. Детские технопарки должны стать кузницей кадров для высокотехнологичных отраслей. Школьники здесь могут освоить профессии, за которыми несколько лет спустя начнется охота. Мы были на открытии как раз в набережных Челнах с Рустамом Наргалевичем. Дети вообще нас не замечают, они занимаются резьбой, лазером, запускают беспилотники. И это очень радует, потому что действительно у нас появятся не юристы-экономисты, а будущие инженеры и ученые. Юристов тоже не обижаете? Конечно, конечно, из них никуда. Они тоже нужны пока еще. Конечно. Но очень важно, чтобы дети имели возможность такую, причем не только в центрах регионов, в мегаполисах, а из глубинки, потому что очень много талантов. Это одна из задач, которые с первого дня стояли перед агентством стратегических инициатив, создать образовательную модель для воспитания нужных экономики специалистов. Речь об инженерах и о квалифицированных рабочих, в которых нуждаются российские заводы. Нужно ориентироваться на самые передовые международные требования. В этой связи нужно и дальше повышать роль так называемых чемпионов по рабочим и инженерным профессиям, роль чемпионатов, проведения таких вот конкурсов, как ключевых инструментов оценки качества отечественной системы подготовки кадров. В 2019-м чемпионат мира по рабочим специальностям пройдет в Казани. Для российских участников, в том числе еще юных, это должно стать стимулом к развитию. Но есть и то, что развитию мешает. На встрече привели выразительный пример. Даже в случае с детским творчеством государственные органы порой стремятся к избыточному контролю. Сегодня, если мальчик из Иркутска сделает деревянную модель самолетика, ему необходимо будет получить регистрацию в Росавиации, сертификат типа летного судна и удостоверение пилота беспилотного летательного аппарата. Нам необходим баланс между интересами безопасности, мы понимаем, что они должны быть, и интересами развития. Должна быть какая-то точка, в которой этот баланс обеспечивается. Улучшение делового климата в России, а в это понятие как раз и входит предоставление бизнесу большей свободы, еще одна важнейшая цель агентства стратегических инициатив. Устранение административных барьеров словно открывает у предпринимателей второе дыхание. Когда мы начинали свою работу, некоторые эксперты и журналисты с иронией задавали вопрос, как можно поддерживать проекты, не имея каких-либо фондов, финансовых инструментов. Говорю с полной уверенностью, можно. Более того, снятие административных барьеров позволило некоторым компаниям не только запустить производство и расширить его, но со временем выйти на зарубежные рынки. В этом направлении агентство работает уже пятый год. По словам президента, дел еще хватает, но и результаты уже ощутимы. Важнейшее условие динамичного развития страны, это, конечно, расширение свободы ведения бизнеса, свободы предпринимательства. Многие барьеры в федеральном законодательстве сняты. И сейчас принципиально важно обеспечить грамотное применение принятых уже решений, норм. И прежде всего, конечно, на местах распространить на всю страну лучшие практики с предпринимателями. Такая система обмена опытом между регионами в России скоро появится. На очереди еще одно нововведение. Где и как власти заботятся о работе бизнеса, узнать можно будет с помощью онлайн-системы мониторинга инвестклимата. Можно будет не раз в год, а ежедневно видеть, как какой регион снимает свои административные барьеры. Можно будет понять, где кому-то что-то мешает. Они смогут через эту систему обратиться к другому региону, посмотреть лучшие практики. То есть мы рассчитываем, что все это очень ускорит наше движение, наш вот этот процесс. В числе мировых лидеров по качеству деловой атмосферы Россия может пока и не значиться. Но предпринимаемые страной усилия заметны даже со стороны. Еще не так давно в рейтинге стран благоприятных для ведения бизнеса. Его составляет Всемирный банк. Мы занимали место во второй сотне. За пять лет Россия поднялась на 70 позиций.